Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Какую компанию вы представляете и с чем вы приехали на выставку? Ну давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Дмитрий Дмитрий Попов, компания FreshLogic. Чем занимается компания? Какие цели преследуете здесь сегодня? Компания занимается услугами по ответственному хранению. Грубо у нас два направления. Это услуги по оказанию ответственного хранения крупным брендам в рамках 3PL-услуги и услуги фолфилмента для интернет-компаний, для компаний, которые осуществляют продажу путем онлайн-каналов. То есть по факту вы храните товары и по необходимости доставляете их своим клиентам в их точке продаж? Да, мы поддерживаем товарные запасы наших клиентов таким образом, чтобы всегда иметь возможность доставить нужный заказ в нужное место в нужное время. Насколько востребована данная услуга в рамках большого города? Я скажу так, что эта услуга является ключевой для любой компании. И без логистики, без доставки, без хранения невозможно торговля, невозможно общение с конечными покупателями. Поэтому это ключевая услуга, ключевая деятельность. Есть ли какие-то уникальные предложения именно от вашей компании, такие, которых не существует у конкурентов? В чем наша особенность? Мы стараемся совместить технологии хранения и подбора массовых заказов, когда заказ идет в магазин, и технологии подбора заказа поштучно, когда заказ идет непосредственно покупателю по указанному адресу. Эти технологии отличаются друг от друга, но зачастую мы видим, как они перекликаются, и применяем в каждом из направлений нюансы и особенности из другого направления. Это позволяет нам создавать такой уникальный конструктор, который берет лучшие практики из каждого направления и предоставляет эти практики, эти ноу-хау для своих клиентов. Правильно ли я понимаю, что если, допустим, покупатель заходит в интернет-магазин ваших партнеров и заказывает что-то поштучно, то партнеры не получают эту информацию, она отправляется напрямую к вам, и вы уже доставляете товар. Или все-таки это проходит через офис сначала заказчика, а потом уже отходит к вам? В большинстве случаев это все-таки проходит через систему учета нашего партнера и автоматически через интеграцию падает к нам. Но есть небольшие исключения, когда небольшой проект, небольшой интернет-магазин или даже, может быть, не интернет-магазин, а страничка в соцсетях, которая занимается продажей продукции, они могут не иметь свою систему учета, и заказы падают непосредственно к нам на склад, в нашу систему учета. И такие проекты пользуются нашей системой учета для контроля товародвижения своего. То есть получается, это в основном малый и средний бизнес, правильно я понимаю? То есть все-таки представители крупного бизнеса, у них своя система учета обязательно. Это малый бизнес или какие-то временные проекты с ограниченным количеством товара? Однозначно, любой бизнес, когда выходит на уровень более-менее больших объемов, он обязан иметь свою систему учета. Поэтому лишь небольшой бизнес может позволить себе пользоваться системой учета партнера. Но в целом, в чем наш нюанс? Мы предоставляем такие услуги как для мелкого бизнеса, малого бизнеса, так и для среднего бизнеса. И для того, чтобы не ущемлять клиентов и не уделять внимание только большим и крупным, мы делим их по территориальному признаку. Мы имеем несколько складов, и каждый склад отличается по размеру. И клиенты распределяются таким образом, чтобы на каждом складе он соответствовал своим соседям. То есть, если это маленький бизнес, небольшой бизнес, он хранится на складе, где хранятся то есть такие же проекты. Соответственно, весь фокус, все внимание уделяется равномерно среди клиентов. Это очень удобно. Ну что ж, удачи и развития вашему бизнесу, и побольше партнеров встретить сегодня здесь. Спасибо большое. Очень приятно. ЕКОМ ЭКСПО 2019 Ритейл.ру Фирма 1С